Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Беларшева. Украина криминальная. В Киеве стреляли при попытке ограбления, а в Днепре по неизвестным причинам. В поисках Роттердама спецназ НАБУ вышиб дверь в нацкомиссии по энергетике. Чем закончились обыски? Попытка суицида на Крещатике. Мужчина с канадским паспортом угрожал самоубийством, требуя российского консула. Смайлы ангела. Немецкий канцлер. Перед выборами агитирует молодежь онлайн. Что спрашивают? Вернуть паспорт и снять браслет или продлить меру пресечения. В Соломинском райсуде Киева решают судьбу фигурантов янтарного дела. Напомню, в июле нардепов Борислава Розенблата и Максима Полякова обязали внести залог, надеть электронные браслеты и сдать загранпаспорта. Поляков, к слову, браслет так и не надел, пользуясь своей неприкосновенностью. За судебным процессом следит мой коллега Александр Васильченко. Он сейчас с нами на прямой связи. Саша, здравствуй. Когда истекает срок меры пресечения и какое решение, собственно, принял суд? Наталья, добрый вечер. Сегодня в столичных судах янтарный день. По делу нардепов Максима Полякова и Борислава Розенблата состоялось пять заседаний, еще два назначены на завтра. Начну по порядку. Сначала парламентария обратились в апелляционный суд Киева с ходатайством об избрании суммы залога. Однако суди отказали в прошении. Якобы по нормам УПК обжаловать решение первой инстанции относительно этой части меры пресечения нельзя. Далее заседания продолжились в Соломинском райсуде столицы. Теперь уже прокуроры саб ходатайствовали о продлении Розенблату меры пресечения. Напомню, парламентария обязали надеть электронный браслет, сдать паспорта под личное обязательство являться в суды и на допросы и внести залог в 7 миллионов гривен. Но это заседание суд решил перенести на завтра. В свою очередь адвокаты Розенблата инициировали другой процесс. Обратились в суд с прошением об изменении меры пресечения. По словам защитников парламентария, у них есть новые данные по янтарному делу. Однако эти самые материалы на заседание они так и не принесли. Поэтому судья также решила принести заседание, что возмутило правозащитников. В свою очередь прокуроры заявили, новые моменты в деле это просто опечатка в данных загранпаспорта в судебном решении. К тому же Розенблат сдал только дипломатический паспорт, а в миграционной службе заявил, что заграничный якобы потерял. И через несколько дней подал заявление на получение нового документа. Прокуроры уверены, подозреваемые адвокаты банально затягивают процесс. Продолжим. Продолжение следует... Естественно, что защита Полякова так не считает. Адвокаты уверены, что с начала политического сезона электронный браслет и отсутствие паспортов повлияют на работу нардепа. К тому же они уверяют, что нельзя игнорировать неприкосновенность и унижать достоинство народного избранника. Если мы говорим о праве государства и сильно хочется, чтобы у нас, Поляков, одев в браслет, мы поговорим потом, насколько это достаточно необходимое, то для этого должна быть четко выяснена правая норма. Если нет, извините, мы не можем до него застосовывать, потому что у него специальный статус. И это не является привилением народного избранника Полякова. Такого же мнения и сам Поляков парламентарий свою вину не признает. Утверждает, что скрываться следствие не намерен. Проверив материалы дела, судья удалилась в совещательную комнату 20 минут назад. Фикуранты дела и журналисты ждут ее решения. Мы продолжаем следить за развитием событий в Янтарном деле и будем сообщать о новых подробностях. Наталья. Спасибо, Саша. Александр Васильченко из Соломинского суда, где прямо сейчас решают судьбу фигурантов Янтарного дела, нардепов Розенблата и Полякова. Виктор Янукович снова без защиты, а Болонский райсуд Киева согласился на самоотвод госадвоката-экспрезидента. Виталий Мишечик заявил, что не может выполнять возложенные на него обязанности, якобы из-за особой сложности этого дела. Прокуроры же просили не удовлетворять просьбу защиты. По их мнению, самоотвод – это банальное затягивание процесса. Данное криминальное проведение есть особенно сложным, про что говорят материалы криминального проведения. Закон Украины про бесплатную правую помощь выключает возможность залучения декольких адвокатов одночасно в одном криминальном проведении. Мы считаем, что это взрыв процесса и направлены все действия на затягивание самого процесса. Наступный защитник также я не могу комментировать, как он будет долго или недолго. Что это за защитник будет, мне не понятно. Мы все увидим 6 вересня. Сотрудники НАБУ провели обыски в здании нацкомиссии по регулированию электроэнергетики и коммунальных услуг. Глава комиссии Дмитрий Вовк, который в это время находился в Кабмине, возмутился, что визитеры выбили бронированную дверь и долго не пускали его на рабочее место. Более того, детективы бюро, по словам Вовка, так и не объяснили, зачем пришли и что ищут. Из-за визита силовиков пришлось отменить сегодняшнее заседание комиссии. В пресс-службе НАБУ уточнили, что следственные действия в здании нацкомиссии проходят в рамках дела, открытого в марте этого года. И касается оно утверждения формулы «Роттердам плюс», по которой рассчитывается стоимость угля. Меня отмолвалось пускать люди, которые не имели никаких распознавальных знаков. Мы догадывались только, что это НАБУ. Почему-то им большую перешкоду установили металлопластик и двери, которые они решили разбить. Никаких документов они мне не показывали, я главе комиссии. Поэтому я не могу прокомментировать, чем они сейчас занимаются. Что мы проверяем, мы сказать не можем. Следуются факты имоверного зловживания службовым становищем, службовыми особами НКРЄКП. В наследок, в час ухваления постанови про так званую формулу вугилля «Роттердам плюс», что привело до тяжких наслідков. Про подозрение никому не поведомлялось о стане на данный момент. Напомню, в нацкомиссии, когда утверждали формулу «Роттердам плюс», заявляли, что она позволит привязать стоимость угля в Украине к ценам на мировом рынке. Благодаря этому государство сможет отказаться от поставок с оккупированных территорий. В результате закупочные цены на энергоуголь выросли, и, как следствие, повысились тарифы на электроэнергию. Экснардеп Николай Мартыненко отныне может свободно ездить по стране. Соломинский райсуд столицы смягчил ему меру пресечения. Ранее Мартыненко было запрещено покидать пределы Киевской области без разрешения детектива, прокурора, либо судьи. Чтобы добиться отмены запрета, адвокаты предоставили суду график рабочих поездок бывшего нардепа и вызвали свидетеля. А вот прокуратура решением суда осталась неудовлетворена. Мы считаем, что этот обязатель был полностью сопровожден с тем, который инкрименует Миколю Володимировичу. Судья решила, что его свободное пересечение не зашкодит следствию. Фантазии прокуратуры ничего не имеют общего с реальностью, шановые коллеги. Я складывал депутатский мандат. Я десятки разов выезжал за кордон, повернулся. И собираюсь защититься в украинском суде. И это моя основная цель. Я хочу защитить свою честь и гидность в суде. Но САП и НАБУ затягивают эту справу, потому что нет чего передавать в суд. Очередная попытка вооруженного ограбления в Киеве. Двое в масках стреляли в мужчину. Огнестрелы становятся в столице привычным делом. Лишь за последнюю неделю таких случаев было несколько. Три человека были ранены возле центрального железнодорожного вокзала, стреляли на Троещине, в Дарницком районе взорвали гранату во дворе. Все подробности сегодняшнего нападения узнаем от Лины Зеленской. Утро. В районе станции метро Лукьяновская прогремели выстрелы. Двое в масках пытались отобрать у мужчину сумку с деньгами. Напали, хотели гоник забрать. Улица Зоологическая, место достаточно людное. Но это не остановило нападавших. По словам очевидцев, между ними и пострадавшим завязалась драка, после чего преступники и применили огнестрельное оружие. Путерпелый наш прямовал в этот час до собственного офиса. При себе имал сумку с грешевыми коштами. Под час подхода до собственного офиса на него был действован напад с использованием огнепальной оружия. Путерпелый огнепальных поранений не отримал. У него наявлены телесные ушкоджения характерные от побоев. Мужчина 89-го года рождения получил травму головы и ключицы. Сейчас его состояние стабильное. По словам медиков, огнестрельных ранений у пострадавшего нет. Отобрать сумку злоумышленникам не удалось. А вот улик они оставили достаточно. Складный нож, два недополки и один смыв крови. Также было выучено кулю. Одну кулю, которая направлена до экспертного центра на доследование. Очевидцы говорят, что преступники действовали довольно хаотично. Они были непрофессионны, они были разгублены. Они перечиплялись через этого раненого человека и хаотично бегали в машину. Задержать их не удалось. Преступники скрылись на темно-синей Ауде. В Киеве объявили план перехват. Вот цинизм и открытость совершения такого рода преступления, да, оно увеличилось в несколько раз. Сегодня это более доступно. И на сегодняшний день мы уже начинаем, извините за выражение, за цинизм, к этому привыкать. Существует такой стереотип, что якобы на это влияет война, которая идет на востоке. Да, конечно же, влияет. Но первый фактор, скорее всего, это дестабилизация правоохранительных органов. Вследствие реформы МВД в органах практически развалена оперативная работа. Раскрываемость по самым оптимистичным прогнозам упала на 50, а то и на 70 процентов, говорят эксперты. Поэтому преступники все чаще действуют с откровенным цинизмом, ничего и никого не боясь. Лина Зеленская, Сергей Килимник. Подробности телеканал Интер. Вооруженным разборкам уже давно не удивляются и в Днепре. Минувшей ночью там были ранены три человека, но ни один из них не написал заявление в полицию. Почему, пыталась выяснить Елена Миндалюк. Все произошло около часа ночи на проспекте Мира. По словам очевидцев, в супермаркету подъехали два автомобиля, из одной машины вышел мужчина и открыл огонь. Сотрудница круглосуточного ломбарда, говорит, слышала около шести выстрелов. Вообще вот тихо было. Ну, как просто видно, кто-то разговаривал. Не повышалось, ну, ничего. И тут резко еще я думала, что старт или что-то такое. Ну, звук такой, ну, как именно написано. Я потом, что, я знаю, это, ну, бывает. Травматы, я так понимаю, на резине. Что это было? Очередные разборки или просто кому-то захотелось пострелять? Непонятно. У полиции уже стало традицией не сообщать никаких подробностей. Известно только, что пострадали трое. Якобы все ромы по национальности. Это мне на камеру рассказали врачи больницы, куда доставили пострадавших. У двоих только следы от резиновых пуль, а вот третьего госпитализировали. По словам медиков, он был изрядно пьян, журналистов к нему не пускают. Он категорически отказался общаться с кем бы то ни было. Как сообщили в полиции, стреляли из травматического оружия, пистолета Флобера. Пострадавшие писать заявление в полицию отказались, стрелка не нашли. Материал зарегистрирован до журнала единого облика, индустриального отделения полиции. На данный час тревает проверка. Этот случай в Днепре уже третий за последние несколько недель. 24 июля на просвете Гагарина две группы мужчин устроили разборки средь бела дня. Двое бойцов АТО убитые. Двух участников перестрелки задержали. Один сбежал в Израиль, якобы на лечение. Другой вышел из СИЗО, заплатив 128 тысяч гривен залога. Мы пытались узнать в областной полиции, как идет расследование, но никаких комментариев за весь день так и не получили. Молчание по другому делу недавнему инциденту в новострое. 11 августа на пятом этаже дома нашли тело мужчины с огнестрельными ранениями. Еще двое мужчин и женщина пострадали. Елена Мандалюк, Евгений Каднецов. Подробности телеканал Интер. Днепр. Еще одно громкое дело о стрельбе в Днепре. Уже 8 месяцев маринуется в суде. Речь идет об убийстве патрульных Артема Кутушева и Ольги Макаренко. 25 сентября прошлого года на территории автовокзала. Подозреваемый Александр Пугачев. По данным следствия патрульные остановили его для проверки документов, но через несколько минут он открыл по ним огонь. В суде уже изучили 5 томов письменных доказательств. Перешли к вещдокам, но среди них нет оружия, из которого стреляли в патрульных. На заседаниях Пугачев по-прежнему молчит за убийство полицейских. Ему грозит пожизненное заключение. Доказы можно поделить на объективные или субъективные. Субъективные доказы – это показания свидетельств, очевидцев, а объективные – это исследования экспертов, которые были проведены, в том числе его одягу и взуття, на которых сбереглися следы, в частности, кровь одного из потерпевших. Конечно, эти доказы, на которые мы будем в первую очередь посылаться. Начальника отделения полиции аэропорта Киев задержали на взятке. За вознаграждение полицейский обещал вернуть гражданину Узбекистана за гран-паспорт и закрыть уголовное производство. Последнюю часть взятки – 7 тысяч долларов – он получил от посредника адвоката. Обоих задержали, и теперь им грозит 10 лет тюрьмы. Обещал прыгнуть, но передумал. Требовал российского консула, хотя сам гражданин Канады. Заявлял, что ему угрожают, но не сообщил кто. Это только часть странной истории с несостоявшимся суицидом на Крещатике. Все подробности знает Юлия Жешко. Толпа зевак и полицейское оцепление. Так сегодня утром выглядел Крещатик. Взгляды прохожих приковал человек, угрожающий покончить с собой. Мужчина грозился прыгнуть с третьего этажа столичного отеля. Как оказалось, прожил он в этой гостинице больше недели. А гражданство имеет украинское и канадское. В отеле не на камеру подтвердили. Загадочный персонаж – это их постоялец. Хотела уточнить информацию по поводу того, что человек, который прыгнуть хочет, он жил у вас, да? Позже удалось узнать, что мужчине 34 года. Зовут его Тимур Кириллов. Он жалуется на проблемы с документами, какие именно, не признается. Но говорит, его жизни угрожают. Со мной многое что произошло. Знаете, почему я не хочу залезать? Потому что если я залез, меня, возможно, убьют. Кто тебе угрожает? Организованное преступление. Мужчина почему-то требует генконсула России. Его мотивов не понимает даже психиатр, который прибыл на место происшествия. Предполагает, что виной всему психологическое отклонение. Хрупкая ситуация. Он может прыгнуть, подойти. То его просто берут за руки, связать, может быть, повезти в машину скорой помощи и отвезти в психбольницу. Вот это самый лучший вариант. История оказывается еще более странной, когда выясняется, что прыгать мужчину уговаривал не психиатр, а журналистка одного из телеканалов. Именно она спустя 4 часа и помогла ему забраться обратно в отель. На вопрос, как журналист оказался вместе с полицейскими, правоохранитель замешкался. Дескать, начальство пропустило. Дискриминации никакой нет. Она просто первая приехала сюда. И он ее сам пустил. Да, на самом деле, то, что я слышал, он просил ее оставить. Спустя некоторое время сотрудники полиции все же поделились некоторыми деталями из жизни Тимура Кириллова. Учился в русской школе при посольстве Индии. И все. Позже к журналистам вышел сам Кириллов. Рассказал о причинах своего поступка. Правда, очень путано. Это началось, так сказать, с войны, которая началась на Донбассе. Я просто хотел поговорить с дипломатом, потому что в таких вопросах нужно соблюдать конфиденциальность. Я серьезно задумываюсь, выживу ли я эту ночь или нет. Странная история закончилась полюбовно. Мужчина задержан не будет. В худшем случае ему грозит статья за хулиганство. Юлия Жешко, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. Не поднимать зимой цены на газ для населения, обещают в Кабмине. Несмотря на то, что компания «Нафтогаз» предусмотрела в своем финансовом плане повышение стоимости топлива для населения на 19%. Премьер Владимир Гройсман утверждает, что в этом отопительном сезоне тариф останется прежним. Кроме этого, он обещает, что проблем с субсидиями осенью и зимой не будет. Для этого из госбюджета дополнительно выделят 14 миллиардов гривен. Уряд не поддерживает любых повышений цены на газ в Кабмине на новый опальный сезон. Принциповая позиция уряда, я ее высловливал, я хочу еще раз ее подтвердить. Никаких объективных подставов сегодня для того, чтобы подвышать газ для населения и ТКЕ, никаких подставов нет. Поэтому цены подвышать за решением уряда никак не будут. Украинская логистическая инфраструктура от портов до железной дороги и авиасообщения нуждается в обновлении. Над этим сейчас работает Мининфраструктуры. Об этом премьер заявил во время поездки в Николаевскую область. Владимир Гройсман также отметил, что Украина стала более прозрачной в сфере ведения бизнеса и открыла базу данных владельцев компаний. Премьер убежден, что эта информация позволит усилить гражданский контроль, а айтишникам даст возможность создавать новые онлайн-сервисы. Украина таким образом первой в мире присоединилась к инициативе международной организации Transparency International. У одной из компаний как раз неделю недавно появился новый собственник. Сбылась мечта лидера Народного фронта, бывшего премьера Арсения Яценюка. У него теперь есть свой телеканал. Точнее, часть телеканала. Речь идет об Эспрессо ТВ. Кстати, долю там себе купил и глава МВД Арсен Аваков. Точнее, его жена. Об этом стало известно совсем недавно благодаря госреестру Юрлиц. Во сколько Яценюку обошелся медиа-актив и что этому предшествовало? Подробнее в материале. Бывший премьер Арсений Яценюк теперь может именоваться медиамагнатом. Из госреестра Юрлиц стало известно, что он и жена его соратника, главы МВД Арсена Авакова, стали соучредителями компании Астрофинанс, которая в свою очередь еще через одно предприятие владеет телеканалом Эспрессо. Получается, они выкупили долю у жены еще одного фронтовика, Николая Княжицкого, Ларисы. Таким образом, сообразив на троих, разделили доли. Княжицкий оформил 30% на супругу, Аваков 40% акций тоже на свою жену, а вот Яценюк 30% записал на себя. Накануне вечером информацию о покупке телеканала подтвердила пресс-секретарь экс-премьера Ольга Лапо. В Фейсбуке сообщила, договор подписан 15 июня, а о покупке корпоративных прав Яценюк указал в своей декларации за прошлый год. Потратил совсем немного для медиарынка, почти 3 миллиона 800 тысяч гривен. Откуда у фронтовика есть деньги на покупку телеканала, нардеп Сергей Каплин на своей странице в Фейсбуке предположил. Они получены благодаря скандальной закупке так называемых рюкзаков Авакова и не менее скандальному мегапроекту Стена, отцом которого и является Яценюк. Также депутат напомнил, что Народный фронт неоднократно пытался прикарманить телеканал Интер. В частности, наиболее активным был нардеп Николай Княжицкий. Его связывают с Владимиром Кметиком, директором телеканала Малятка ТВ, который через суд неоднократно пытался вытеснить Интер из телеэфира. То, по его мнению, мультики должны были занять частоты телеканала, то лицензию нацсовет продлил Интеру незаконно. Кстати, на этих судебных заседаниях часто присутствовал и сам Княжицкий. Но в итоге мультики окончательно проиграли во всех судебных инстанциях. В то же время, по странному стечению обстоятельств, судебными исками, их было 11, забросала Интер и металлобаза из Ивано-Франковска. Там неожиданно решили, что пора заняться не только продажей металлолома, но и производством кинопродукции. Но и это дело с треском провалилось. Теперь с покупкой телеканала «Эспрессо» мечта фронтовиков иметь свой медиаресурс наконец-то сбылась. Теракт в центре Барселоны. Фургон въехал в толпу людей на улице Ля-Арамбра, недалеко от площади Каталонии. По последней информации, погибли 13 человек, среди них дети. Ранение получили не менее 30 человек. На месте инцидента сейчас работает полиция. Она квалифицировала инцидент как теракт. Кто был за рулем грузовика, пока неизвестно. Местные СМИ сообщают, что вооруженные нападавшие забаррикадировались в одном из баров. Близлежащие районы отцеплены. Людей из нескольких зданий в центре Барселоны. Эвакуировали все станции метро закрыты. Есть ли среди пострадавших украинцы, сейчас выясняют Министерство иностранных дел Украины. Один украинский военный погиб и четверо ранены на Донбассе за минувшие сутки. Боевики продолжают обстреливать позиции наших армейцев. В сегодняшней горячей точке это Авдеевка, Старогнатовка и Новоалександровка. Не утихают обстрелы и в Зайцево, где сейчас находится наш САПКОР. Ирина Баглай. Зайцево постоянно на прицеле у боевиков. Тропы, ведущие к сожженным ими вчера до мам, простреливаются. Вчера перехват был, взять все. Стреляют тупо трассерами и зажигательными. Тактика выжжена на землю. Вокруг все выжжено. Огонь российские наемники ведут стерико на село, оттуда как на ладони. Вулезь, вулезь. Вулезь, вулезь. Все, пошли, 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 пошли. С ДШК стреляют. 12,7 пролетают. Сложно поверить, что еще вчера этот дом был полностью целым. С него и начался пожар, боевики открыли огонь стерикона. Военным удалось погасить пожар. Но и сейчас видно, вот новый очаг, пожар может разгореться. Однако подход сюда постоянно простреливается. Виталий с командиром роты едва успели укрыться, когда поджидавшие их боевики открыли огонь. Был выпущенный снаряд 40-мм РПГ-7. Осколочный, вот попало в дерево. Метрах 5-6, как раз снаряд над головой просвистил. Ну и взрыв, встегли. Ну, командир роты встегли среаговать, сразу в блиндаж. А розлит, какой РПГ? Если РПГ-7, то приблизно до 30-40 метров. Если так, хорошо, это осколочный. Обстрел продолжался до глубокой ночи, и все это время наемники наблюдали за пылающим селом с неба. Беспилотники, у них летают. Это часто? Да, ну вчера вечером один за одним, вот там именно где место пожару. Им дала дана команда выжигать будинки в основном. Там горело еще пояр. Ты боялась? Да. О поступившей наемникам команде уничтожить село слышали и местные жители. Обстреливали сильно, говорили, что нападение будет, но стреляли сильно. Там дома горели, здесь я вот не знаю, 3 или 4 сгорело. Они хочут, видите, кровь сделать. Как они говорят, если мы займем, что здесь остались живые, мы их вырежем. Измотанных за три года обстрелами жителей Зайцева угрозы боевиков не пугают. Не хотят они покидать свои дома, да и бежать им некуда. Куда мы поедем? На сепарскую сторону мы поедем, даром она нам не надо. Мы в Украине жили и будем жить, да он? Не боитесь так говорить? Не боюсь, а что я буду бояться, это правда. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Руслан Терентьев из Данинской области. Подробности, телеканал Интер. ФСБ России готовит в Украине теракты и громкие убийства. Традиционно, ко Дню независимости, 24 августа. Об этом на брифинге заявил глава СБУ Василий Грицак. По его словам, только за последний месяц спецслужба предотвратила три террористических атаки. В Ивано-Франковской области СБУ задержала группу преступников, которые изготавливали фальшивые документы. За пакет услуг просили полторы тысячи долларов. В него входила карточка участника малого приграничного движения, которая дает право пересекать границу без проверки отпечатков пальцев. А также ID-карта гражданина Евросоюза, с которой можно находиться в ЕС более 90 дней. Против дельцов жители Ивано-Франковской и Закарпатской областей возбудили уголовное дело. Им грозит лишение свободы от 7 до 9 лет с конфискацией имущества. Янтарь на 5 миллионов гривен изъяли в Житомирской области. Четверо злоумышленников скупали незаконно добытый камень у старателей в Житомирской и Ривненской областях. Обрабатывали его в гараже, а потом сбывали на Ближний Восток. Во время обысков нашли оборудование 100 килограммов необработанного камня и 7 уже готового к продаже. По ценам черного рынка цена этого янтаря превышает 5 миллионов гривен. Начальник Волынской таможни Виктор Кривицкий задержан сегодня ночью. Такая информация появилась на нескольких интернет-ресурсах. В частности, Перший канал социальных новын сообщает, что во время обыска дома у Кривицкого были изъяты его сбережения 500 долларов и 8 тысяч гривен. Основанием стало обращение двух предпринимателей в Закарпатскую прокуратуру. Об этом уже пишет сайт украинских новин. Они пожаловали, что им якобы создавали препятствия во время ввоза товара в Украину. Решить эти проблемы за деньги обещал местный житель, якобы родственник одного из сотрудников Волынской таможни. В прокуратурах Закарпатской и Волынской областей ситуацию пока не комментируют. В Украине нет яиц с фипронилом. Как сообщили в Госпродпотребслужбе, в нашей стране птицеводы не используют это опасное вещество, а закупок яиц из Европы с начала года не было. В самом же ЕС разбираются с последствиями этого скандала. Во сколько он обойдется, узнаем от Елены Абрамович. Она в Брюсселе. Услышали каждого. Бельгийское правительство пообещало фермерам 10 видов помощи в связи с фипрониловым скандалом. В первую очередь обещают вернуть суммы, за которые можно было бы продать утилизированные яйца. Эти деньги должно выплатить Федеральное агентство по безопасности пищевой продукции. Оно же компенсирует расходы на анализы, транспортировку и уничтожение яиц. Кроме того, предлагается возместить убытки временно неработающему персоналу и освободить его от налогов и социальных взносов за август. Бельгийское государство в свою очередь готовит иск о возмещении убытков государству. Минимальный ущерб по подсчетам фермерских ассоциаций составляет 150 миллионов евро. Подозревают, что главный виновник скандала компания Chicken Friend с офисами в Бельгии и Нидерландах. На ее фабриках в средства против насекомых подмешивали запрещенный фипронил. Но инсектицид покупали не только местные фермы. Зараженные яйца обнаружили в 17 государствах. Менеджеров компании-нарушителя арестовали и будут судить в Нидерландах. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, Брюссель. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Лидер известен, победитель нет. Предвыборная кампания в немецкий Бундестаг становится все интереснее. За месяц до голосования Ангела Меркель пытается удержать преимущество, агитируя молодежь в интернете. Ее конкурент Мартин Шульц, оценив креатив, ценит этот креатив, но убежден, что канцлером все равно станет он. Все подробности расскажет Татьяна Лагунова. Приветствую, госпожа федеральный канцлер. Или можно обращаться просто к госпожа Меркель. Это окей? Абсолютно окей. Прямой эфир на интернет-канале YouTube спрашивают популярные немецкие видеоблогеры, отвечает Ангела Меркель. Чтобы убедить молодежь прийти на выборы, канцлер Германии готова отвечать на самые необычные вопросы. Хочу задать очень личный вопрос. Ваш любимый эмодзи? Есть такой? Смайлик. А когда настроение очень хорошее, то еще с сердечком. Ну а если новости не особо радостные, то хмурая рожица. Хмуриться после выбора в Ангеле Меркель вряд ли придется. Последние соцопросы лишний раз подтверждают. Христианские демократы лидируют в парламентской гонке. Они опережают своих главных конкурентов, социал-демократов, на 15%. Впрочем, лидер СДКов Мартин Шульц уверен, его партия сможет догнать и обогнать ХДС ХСС. Скажу так, я читаю опросы полностью, и для меня интересны другие данные. 55-60% избирателей считают, что результат гонки еще не определен. И 30% вообще не знают, пойдут ли они на выборы. Если да, то за кого проголосуют. Поэтому нужно бороться дальше. Удастся ли партиям заманить на участки неопределившихся большой вопрос? Для примера, на прошлых выборах правом голоса не воспользовались 29% избирателей. Несмотря на то, что фавориты гонки определены скучными, немецкие выборы не будут. Вернее, не сами выборы, а процесс формирования правительственной коалиции после них. Ни одна из крупных партий не набирает достаточно голосов, чтобы сформировать ее самостоятельно. И многое будет зависеть от политических сил более мелкого калибра. А уж там возможны самые неожиданные союзы и объединения. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Иран может подорвать Ближний Восток. Спецслужбы Израиля предупреждают, что в стране тайно строят ракетные заводы. И даже создают целую сеть военных баз в нескольких государствах, не гнушаясь при этом услугами террористов. Наш израильский корреспондент Григорий Бадо расскажет больше. Иран строит ракетные заводы. И не только у себя. Израильская спутниковая компания Интерсат опубликовала снимки из Сирии, на которых отчетливо виден завод, как две капли воды, похожие на объекты того же класса в Иране. По мнению специалистов, там смогут производить ракеты Фатех-110, дальностью 300 километров. Завод окажется под прикрытием российских ПВО, поскольку находится на том же побережье, что и Тартус, где располагается российская военно-морская база. Строительство нового завода означает, что Иран уже напрямую работает в Сирии. Новый завод будет на 100% иранской военной базой. При этом на нем будут производиться ракеты, единственная возможная цель которых – Израиль. Ни для чего другого они там не нужны. Востоковед Минаш Амир с выводами израильских спецслужб согласен. Иран не соблюдает соглашения об ограничении своей ядерной программы и никогда не собирался этого делать. Информация о подземных заводах по производству баллистических ракет спровоцировала США на введение санкций. И теперь Тегеран может использовать их как предлог для выхода из соглашения. Скорее всего, об этом будут говорить главы МОСАДА и военные разведки Израиля уже на этой неделе в Вашингтоне на совещании с коллегами. Причиной визита израильских высокопоставленных силовиков США, по моему мнению, является новая разведывательная информация по ракетному заводу в Сирии. Сейчас ведется напряженная дипломатическая работа, учитывая, что Израиль может уничтожить этот завод. Ведь президент Трамп, очевидно, даст добро, а Путин, скорее всего, нет. Тем временем на Ближний Восток с официальным визитом едет генсек ООН Антонио Гутереш. Израильские военные предоставят ему новую информацию о действиях террористической организации Хизбалла. В частности, о том, что боевики с помощью Ирана создают базы вдоль ливанской границы. Появление такой шиитской оси от Ирана до Ливана через Ирак и Сирию представляет опасность не только для Израиля, но и для умеренных сунницких государств. Григорий Баду, Алиса Неверовская, Ближневосточное бюро, телеканал Интер. Почему Тереза Мэй просит оставить Биг Бен в покое и где можно прокатиться на автобусе-беспилотнике? Об этом и не только в нашем обзоре. Пиарщица, активистка и просто красавица. Пресс-секретарем Белого дома стала 28-летняя Хоуп Хиггс. В юности девушка пробовала себя в модельном бизнесе, а знакомство с семьей Трамп у нее началось с сотрудничества с дочерью, нынешнего президента Иванкой. Хоуп продвигала ее линию одежды, когда была пиар-агентом. До работы в предвыборном штабе Дональда Трампа у девушки не было опыта в политике. Не дайте ему умолкнуть, в Британии пересмотрят планы по ремонту Биг Бена. Колокол собирались отключить на 4 года, чтобы не оглушать звоном рабочих. Но уже и премьер Тереза Мэй вступила за знаменитые часы и призывает депутатов не лишать голоса лондонскую достопримечательность. Еще и так надолго. Биг Бен звонит каждые 15 минут в течение последних 157 лет. Пенная ванна прямо на улице. Индийский Бангалор заполнили мыльные пузыри. Вот только люди держатся от них подальше. Пен образуется на озере, в которое десятилетиями сбрасывают химические отходы. Проливные дожди перемешивают слои воды, а ветер разносит токсичные пузыри по окрестностям. Беспилотный автобус уже вышел на маршрут в Китае. Руль в нем вращается сам по себе, даже заправляется машина сама на электрических заправках. Автобус на 80 мест маневрирует по улицам Джуджоу. Исправно останавливается на переходах и обгоняет автомобили. Правда, пассажиров пока не берет. Это тестовые испытания. Если все пройдет успешно, такие автобусы появятся и в других городах Китая. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова